Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM программа Особое мнение Меня зовут Юлия Афанасьева Напротив меня сидит Михаил Шевелев Секретарь Кировского регионального отделения партии Гражданская платформа Эксперт Эхо Кирова, предприниматель, журналист Михаил, добрый день Добрый день, Юля Я вначале напомню, где нас можно увидеть и услышать Во-первых, это сайт эхо-кирова.ру Где есть ссылка на онлайн аудио и видеотрансляцию Также на портале Эхо Кирова есть возможность задавать вопросы нашим экспертам в рубрике анонсы Сегодня этой возможностью никто не воспользовался, поэтому, Миша, задавать тебе вопросы буду я Ты знаешь, в предыдущем часе был опрос на Эхо о налогах для предпринимателей Вот я хочу, чтобы ты на этот вопрос тоже ответил Я даже не знаю вопросов, наверное, могу ответить на вопросы Не знаю вариантов ответа Да, да, не знаю вариантов ответа Налоги для предпринимателей в России Три варианта Вполне пассивные, слишком высоки И все зависит от вида бизнеса Ну, первые третий точно нет То есть, скорее всего, они слишком высоки То есть, ожидать другого ответа вообще от предпринимателей, ну, достаточно сложно Причем это, наверное, особенность нашей страны Потому что, и вот сейчас все больше экспертов говорят о том, что В принципе, нет такого нежелания платить налоги Нету нежелания платить налоги в определенной среде В культуре, в том, ну, как это все происходит То есть, платишь-платишь налоги, а в бюджете какая основная фраза? Денег нет То есть, у нас есть национальное достояние Газпрома, а в бюджете денег нет У нас проводятся шикарные абсолютные мероприятия Да, и недавно вот чемпионат мира прошел в Казани Абсолютно соответствующий мировому уровню Множество фотографий, демонстрирующих рост благосостояния Да, а денег нет И, таким образом, за что мы платим Ну, то есть, соотношение нашего вклада в экономику И, собственно, ну, некое отношение к этому платежу Оно, конечно, крайне негативное То есть, ты считаешь, что ты работаешь, работаешь, работаешь И у тебя отбирают И поэтому, какого бы ни было, там, скажем, налоговая нагрузка Да, она всегда будет казаться избыточной Хотя, если сравнивать, опять же, с другими странами То она у нас, в общем-то, вполне приемлема Например, мне достаточно сложно представить Уровень налога на доходы физических средств Ну, или, там, аналогичная налога, которая платилась в Америке Он в году войны достигал 98% То есть, мы представляем, да, то, что ты там вырабатываешь Совершенно космические деньги И тебе 98% ты фактически отдаешь Но, тем не менее, это было возможно И платили, в принципе, ну, это понятно, что она аранжирована Ставка не фиксированная Но, можно сказать, еще один пример, да Например, что, начиная с середины 20-х годов Прошлого столетия В Америке, вот этот, так называемый, налог на доходы физических лиц Он никогда не был меньше 25% То есть, он всегда только рост Он увеличился А у нас 13% И у нас это, считается, очень большой налог Нет, ну, потому что, когда мы сравниваем налоговую нагрузку Наверное, надо сравнивать и уровень жизни И уровень, там, социальной ответственности Ну, да, очень сложно делать Ну, на самом деле, мне сложно сравнивать Мой уровень жизни, как если бы я жил, например, в Швеции Хотя я там был В принципе, если бы я там зарабатывал в среднюю заработную плату Которая там составляет примерно 2000 евро Конечно, я бы там жил хорошо Ну, с точки зрения удобств С точки зрения доступности С точки зрения, ну, каких-то других моментов Но, с другой стороны, можно и сравнивать И с другой стороны Я помню, что недавно Один из местных изданий Делали опрос по поводу заговора, да, мирового И вот приводились другие примеры О том, что говорили, что мы, так называемый, золотой миллиард И кроме, там, этого миллиарда Существует еще 6 миллиардов, которые недоедают Там, ну, живут достаточно плохо Не имеют своей крыши над головой Поэтому все в мире относительно И отношение к налогам Оно, вот, на примере проекта поддержки медных инициатив Я могу точно сказать Что, когда ты точно знаешь, что ты заплатил И что ты получил У людей отношение к этому платежу До страшной периоды меняется Там не о чем разговаривать Там понятно, что ты заплатил за это Получил вот это И вопрос качества И там уже вопросы, ну, другого порядка Технологического Ну, не идеалистического Ну, то есть, не Слушай, вот, если уже мы заговорили Про налог на доходы физических лиц Некоторые эксперты считают, что Налоговыми агентами по уплате НДФЛ Должны быть сами граждане То есть, не мой работодатель Должен за меня отчислять этот налог в бюджет А я сама должна платить этот налог в бюджет Мол, тогда гражданская сознательность повысится Да, мы будем видеть эти деньги Которые мы отдаем И будем больше требовать от государства Ты согласен с этим? Я, ну, скажем С основным мотивом, конечно, согласен Вопрос, что должно такое случиться Чтобы мы стали самостоятельными платежиками налога Что первично? Курица или яйцо? Что первично? У нас должен измениться какой-то строй И потом, ну, в результате изменения этого строя Изменилась система налогообложения Изменился подход Изменился отношение гражданина К самому себе К своей стране Или сначала должно измениться отношение Человека к своей стране К тому, как ты должен платить налог Ну, там, в том числе, да И в результате этого изменения Изменится власть, отношение Ну, и, как бы, сам порядок налогообложения Вот это вот Первичность или вторичность Оно для меня вопрос философский И на самом-то деле На мой взгляд, проблема-то сегодняшняя Она, ну, вот не в таких дискуссиях Когда мы с вами можем про это разговаривать А фалютный долг А в том, что запрос на философию В том числе экономическую философию Философию экономики Философию того, как должна развиваться торговля Он сейчас настолько значим И настолько там мало есть мыслей Что, в принципе, мы и топчемся вокруг одной точки Там, в кризисе находимся И пока мы не найдем Те формы новой торговли Те формы нового Эквивалента Золотому стандарту Тех форм, связанных в том числе С порядком платного налога С общественным договором Вот когда вот эти формы будут найдены Потом все автоматически выстроится Хотя в целом, конечно То, что за меня кто-то платит налоги Если я работник и работодатель Никак не делает меня более, скажем, лояльным По отношению к налоговой системе И не делает эту систему По большому счету обязательной Я могу долго говорить Давайте потом Я потом вернусь, может быть, к этому вопросу На примере того, как мы продукты унесли Ну хорошо, давай про санкции поговорим Как раз тут 6 августа исполнился ровно год Как в России действуют пресловутые санкции Что, по твоему мнению, за это время изменилось В экономике, в нашем сознании? Вот, честно сказать Мне кажется, что Когда Речь ведется О санкциях с обывателями Ну, скажем, с людьми, которые не следят за этим Каждый день В интернетах не сидят Не пишут Постоянно об этом То у них санкции почему-то связаны Ну только с одним Продуктами То есть это в том, что Продукты стали дороже Пармезан исчез Пармезан Ну нет, не совсем так То есть, все-таки Это то, что продукты стали дороже И то, что А, они действительно стали дороже Они действительно стали дороже Потребительская кардина Стоимость ее Она, ну, очень серьезно выросла Вот И второе То, что Ну, мы дошли до Процесса уничтожения еды То есть, когда Иного способа бороться За Распоряжения Ну, то есть За те распоряжения Которые даются государством По отношению к своим чиновникам Нету То есть, несмотря на все Запрет Мы понимаем, что Количество Вот так называемой Санкционной продукции Оно Сквозь наши Большие очень Границы Проникает Ну, в достаточно Большом количестве И В принципе Прочитав Порядок Уничтожения Да То, что Его может Уничтожать абсолютно В любом моменте Не только на границе Могут в магазин Прийти и доказать Что это В общем-то Продукт Который Везем из страны Везем из страны Везем из страны То есть Взяли собственника Взяли там Определенную процедуру Все, уничтожили Совершенно Не важно Сколько ее Тонны Там Две Или там Три Или там Один Кружок сыра Вот И Вот это Скажем Вот эта запятительность Вот это вот Требование Оно нацелено Только на одно Исполняйте Что мы вам сказали Мы делаем так Чтобы Вы Несли Экономические потери Чтобы вы Ну Придерживались Той линии Которую Собственно Мы ведем По отношению К тем Странам Которые Ну К нами Слепили в санкции При этом Это Действительно Это наши санкции И наши санкции Это по большому счету Обтуждается больше А как ты считаешь Миш Страны Евросоюза Из которых Нам Запрещено Увозить продукты Пострадали больше От этих санкций Или мы Пострадали больше От собственных санкций Ну Нет Трудно оценивать Да Я конечно Полагаю Что пострадали Потому что Называется Цифра конкретная В СМИ Речь идет О десятках миллиардов долларов Десятках миллиардов евро Ну Не важно О больших И космических деньгах Идет речь И на самом деле Это ведь связано Вот сейчас Много говорится Про импорт замещения Но импорт замещения У нас сейчас сверху То есть Если Там в девяносто девятом году Оно было снизу В девяносто восьмом Да То сейчас оно сверху А что означает Импорт замещения сверху Оно означает Что Это не Взяли Сделали там Здесь И заместили импорт А один импорт Заменили на другой импорт Ну Или же Я допускаю Что В этом масштабе Всех возможных элементов Существуют Классические примеры Импорт замещения На котором Населены были Эти действия Меры Вот Но по большому счету Конечно Замена игроков На этом рынке Она привела К тому что Часть поставщиков Из Европы Они просто Напрасно Потеряли этот рынок То есть Сто процентов Они его потеряли И они заменены Другими Производителями В том числе И российскими Ну Как я понимаю Главным Бенефитаром Ну то есть Выгодоприобретателем Эти действия Стала все таки Беларусь То есть Беларусь Упаковочные Механизмы Механизмы Подготовки документов Изменений Каких-либо То есть Они То есть Меняют Волшебным образом Место происхождения Товар И товар Все таки В Россию Поступает Поэтому Вот Говорить о том Вот я бы говорил О бюджете То есть Приобрел бюджет Или потерял бюджет Вот этих цифр К сожалению Никто не анализировал Кроме того Мне очень понравилось В ветке Ну В новостной ленте Фейсбука Ян Чубатрёв Поднял тему Он поднял тему А почему никто Не говорит То есть За счет чего Происходит Это уничтожение Да То есть Какие деньги На эту Систему Были потрачены Налогоплательщиков То есть Уберем все Морально-нравственные Аспекты Элементы Да При том Что они Важны То есть У нас В стране Которая В принципе Очень много Регионов Пережили Голод Еще в совершенно Недавнем Прошлом Уничтожать Продукты Ну Мягко говоря Не правильно Что они Вот Почему Сейчас Появилось Петербург Которая Набрала Там Несколько Сотен Тысяч Голосов Это Скорее Появилось Продуктов Которые Возились И Суплаты Таможенные Пошлины В том числе То есть Вот Простые Вопросы Эти вопросы К сожалению Не поднимаются И я боюсь Что они Никогда Не будут Подняты А если Будут Подняты То Как мы На одной Из наших Несколько Патлетних Передач Говорили У нас Всегда Есть Статистика Такая Волшебная Абсолютно Наука Которая Любую Цифру С любым Звуком С любой Подачей Может сделать Достаточно Приемлемой Приятной И Правдивой Правда Настолько Многогранна Что ее Даже Можно просто Подавать Под разным Слышом Ну вот Смотри В последнее Время Импортозамещение Просто подняли На флаг Практически И сказали Вот вам Российские Производители Прекрасная Возможность Проявить себя Как ты считаешь Наши Российские Производители От санкций В принципе Выиграли Или Это будет Понятно Еще Бог весть Когда Я Как бы Скажу Несколько Аккуратно С одной Стороны С другой Стороны Точно У нас Одна Из самых Больших Сетей Даже В нашем Городе Это Их5 Ритей То есть Это Сеть Магазинов Пятерочка Карусель В принципе Она Не российская Она Рынок Она Диктует Что На этом Рынке Будет Посмотреть По ее Ассортименту Собственно Сколько Российских Товаров Сколько Товаров И какого Качества Эти товары Вот Это Я всегда Говорил о том Что Рынок Является Наиболее Важной И значимой Частью То есть Не нужно Давать Ну Кажем так Рыбку Нужно Давать Удочку На сегодняшний День С точки зрения Удочки Выступает В первую Очередь Доцу Производителя В розничную Сеть Я знаю Что Даже По самым Лучшим Брендам По самым Таким Продвинутым Брендам Даже Как Вятский Квас Существует До сих пор Заградительные Определенные Моменты В виде Платежа За попадание На полку Платеж За попадание На полку Он Достаточно Космический Бывает И Поэтому Вот Сказать о том Что Производителя Мы очистили Рынок От Западной Продукции Я так Не скажу Он держится И контролируется Родничными Сетями И пока У нас Не будет Порядка В том Как мы Занимаемся Родничной Торговлей Пока Не будет Порядка Понятного Когда Малый Производитель Средний Производитель Сможет По Понятным И достаточно Доступным Условиям Попадать На полки Не тем Которое Сейчас Предписано Например Производитель Держатель Скота В Китнусском Районе Не может Просто-напросто Попать на полку Просто потому Что нет Убойного Цеха Сертифицированного В этом Китнусском Районе И он Вынужден Будет Ехать Туда Где Есть Убойный Цех Соответственно Там Будет Забивать Потом Повезет Продавать Но Вся Эта Экономика Абсолютно Нерыно Нерыночная Она Может Темейная Хозяйственная Маленькая Домашняя Но Никак Нерыночная Никак Непонятная И прозрачная Для того Чтобы Люди Инвестировали Вот В это Импортное Замещение Я напомню Что это Особое Мнение Михаила Шевелева Секретаря Кировского Регионального Отделения Партии Гражданская Платформа Давай Продолжим Про санкции Наши с тобой Коллеги Из газеты Бизнес Новости На неделе Провели Опрос Предпринимателей Они Точно Так же Спрашивали Про санкции Про то Как санкции Повлияли На их бизнес И Все опрошенные В один голос Говорят Что Повлияли Не столько Санкции Сколько Скачки Доллара И евро Я Можем Немножко Более Развернуто Даже Скажу Повлияли Не только Скачки Повлияло В первую очередь То Что Денег нет И их нет В первую очередь Ну Населения У потребителей Нет То есть Мы с вами Можем Точно Констатировать Что Рынок Рекламодателей Очень Жетко Схлопнулся То есть И Там Реклама На сегодняшний день Рассматриваться Очень Очень Под Пристальным Вниманием Ну С позицией Того Насколько Она Эффективна Это Первая Затратная Статья Которая Собращается Без нее Невозможно Реклама Двигателей Торговой Но С другой Стороны К ней Стали Относиться Не так Что Налево Направо Денег Нет Соответственно Мы Экономим И Все Статьи Подадут В поле Раздачу Вообще Все И То есть Мы Экономим На Зарплате Нам Самому Верхнего Уровня Сказали Что Нужно Затянуться Пояса Потуже Все Неважно Под каким Соусом Предприниматели Это Не то Что Мы Закрым Соответственно Мы Зарплату Не платим У него Все Очень Просто Так Как Его Продукция Продается Тяжело Так Как Цена На Его Продукцию Растет Меньше Чем Потребительская Корзина У своих Работников То Его Затраты Ну Как Бы Оно Стоится Менее Рентабельным Любого Производства Вот У нас Сейчас Борются С инфляцией То есть Банк Официально Объявил И Все Меры Направлены На То Чтобы У нас Инфляция Не росла То есть Чтобы Цены Не росли На Этом Мы Сконцентрировались А Вместе Тем Количество Примеров В мире Когда Росла Инфляция И При этом Росла Экономика Она Достаточно Большое То есть Даже Тот же 98 99 Год Когда Инфляция Сделала 100% В год При этом Уровень ВВВ В реальном Выражении Он тоже Рост Примерно На 10% Единственное Время Когда Китай Обгоняли По Росту ВВП То есть Вот Эти Вот Показатели Они На мой Вгляд Показывают То что Не все Очень Далеко Не все Здорово Именно Нашей Экономике И без Санкций То есть У нас Кризис И дно Оно Такое Структурное И в этом Плане Размер Доллара Ну То что Он Сколько Стоит Это Всего Лишь Отражение Ну Скажем Так Дефолта Той Экономической Модели Которая Ну Дефакто Наступает То есть У нас Была Модель С Использованием Природной Ренты Плюс Ну Там Устойчиво Какого-то Стабильное Развитие То есть Сейчас Развития Нет Ренты Снижаются И Доллар И Ну С тем Чтобы Сверстать Бюджет И С тем Чтобы Свести Платежный Баланс Страны Необходимо Чтобы Показатели Доллара И Цены Нефти Они Были Приведены К Некую Разумную Разумную Влечение По-простому Говоря То есть У меня Даже Еще Есть Воспоминания Из времен МММ Когда Привязывали Курс МММ Курс Нефти Вот Сейчас Курс Нефти Очень Четко И Стабильно Фиксирует То Сколько Должен То есть Доллар И По Мнению Экспертов Уважаемых То есть Это Граница Не может Быть 65 Это Как Быть То Что Адекватно Сегодня Но То Что Какой Прогноз Будет Скорее Всего Рублей 85 Это Тифра Которую Многие Эксперты Называют В качестве Стабилизирующей Либо Ну Или 70 Границы Разные Либо Не Должна В рублях 70 Долларов Либо Она Либо Рубль Должен Подешеве Вот В принципе Все Миш Ты знаешь Я Хотела Б попросить Тебя Прокомментировать Еще Высказывание Сергея Шарова В интервью Бизнес Новостям Как раз Вот То Что происходит Сегодня Он называет Третьей Мировой Войной Которая Ведется Против Нас Экономическими Методами Ты с ним Согласен Нет Я Не Согласен Я согласен С тем Что Идет Война Но Она Не Против России И Она В первую Очередь Ну Как бы Хорошая Война Правильная Ну Не война Наверное Борьба Она Как правило Ведется Не против А за То есть И на сегодняшний день Война и борьба Идет Но она идет За что-то Она идет За ресурсы Она идет За мозги Она идет За рынки В первую очередь И На мой взгляд Самая главная Борьба Которая Сейчас идет Война Это Информационная Война То есть И в том числе Высказывания Ну Там Разных Деетелей Как они Приводятся Оно Формирует Ну Сознание То есть Пропаганда На сегодняшний день Она развита Везде То есть Любую Страну Возьми И эта Пропаганда На мой взгляд Ответ На Размытие Интернет Границ Ну то есть Государство Не знает Как удерживать Людей Кроме как Ну Их каким-то Образом Пропагандировать И каждый Ищет Свои Абсолютно Ценности Механизмы Там Культурные Источники Исходя из которых Это собственно Говоря Удержание Людей В определенных Рамках И происходит Миш То есть Ты не считаешь Что Страны Запада Объявившие Санкции Российской Федерации Борются Против России Они Борются За свою Дею То есть Они борются За свои Ценности И они борются За свой Вектор В этом плане Россия Со своими Скажем так Позициями Со своими Ресурсами Со своими Со своим Мнением Которое Ну никто не будет Порить Что оно появилось Хорошее Похое Другое Оно конечно же Вступает в противоречие С теми Моделями Которые на Западе Существуют Мы можем Исторически Взять Там Последние Сколько там Тысячу Две Тысячи лет Сколько Более-менее Есть источники Мы можем Всегда Говорить о том Что Существовали Разное Время То есть Когда мы Дружили И когда мы Воевали И На мой взгляд Ничего не случилось Такого в мире Чтобы говорить о том Чтобы Вот эта вот Пружина Она перестала Там двигаться Установилась Только в дружелюбной Манере И все Всегда Происходит Спиральное развитие То есть На сегодняшний день И источники России И позиции России И поведение России Оно конечно же Внушает определенные опасения Наверное На ментальном уровне То есть И А нам Очень приятно Чувствовать Что мы сильные Потому что у нас Много кораблей Потому что мы Можем дать Хоть кому Это Крым наш Опять же Ментальное Это Абсолютно Там Основано Наверное На сказках Даже И вот Эти сказки По сути Формируют Наше будущее Миша Зная и видя То что сейчас Происходит Падение Курса рубля То что Денег стало Меньше В экономике Снижение Покупательской Способности Населения Вот Оглядываясь Назад Сейчас Ты считаешь Что все это Стоит того Вот Если Давай Можно перефразируем Вопрос Ну давай Сожалеем ли мы О том что что то Не сделано Нет 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 Я спрашиваю про Крым Но по сути Это цена за Крым Ну вы знаете Даже те Оголотелые Противники Которые Говорят о том Что это все плохо Это нужно отдать Это нужно вернуть Мы не знаем Как это делать Они признают Что По сути Ну там Вот этот вот шаг Он Может быть Незаконен Не в правовых рамках Там ничего Но У него есть Определенное основание И он Ну по сути Вот Сделан там С какими-то своими интересами Ну конкретными интересами С интересами безопасности Вот они так Посчитали Наша власть Посчитала Она же ни с кем не советовалась Она посчитала Что в рамках России Это важно Это нужно Это нужно обязательно сделать И это было сделано И в принципе Ну говорить Это делала власть За которую мы проголосовали Это В принципе Это Ну я не вижу Как бы причин По которым Этого бы не случилось Вот просто Вот те Геополитические причины Экономические причины Причины там Связаны с развитием Нашим Запотлением 20 лет Я не вижу причин По которым В этой ситуации Могло бы Что-то поступить По-другому Что можно было бы Делать иначе Вот я почему Хотел бы Перефразировать Это его Это можно было бы По-другому Выстроить Политику По-другому Вести себя В том же числе С руководством Украины Там на протяжении Последних 20 лет Это можно было По-другому Выстроить Там свое место И свое Кажем так Значимость В мире То есть Это можно было По-другому Войти в Разделение Труда Оно всегда присутствует Мировое разделение Труда Можно было бы Войти по-другому То есть Войти Не только С пушками Танками Мне очень понравилось Высказывание Аузанов Он сказал о том Что Ведь Вот Почему мы Рассчитываем на силу Может не такой контекст Но тем не менее Если Экспорт Игры В танки Вот это Tank of World Он На сегодняшний день Превысил Экспорт Самих танков Если бы мы Продавали Всем странам Игры Если бы мы Придумывали Воплощали В электронные ресурсы Гаджеты И так далее Я уверен Что мы бы Жили сейчас Легко И счастливо И счастливо Миша До рекламы Последний вопрос То есть Лично Михаил Шевелев Не сожалеет О том Что Крым был принят В состав России И что сейчас Мы все За это платим Такую цену Да я не сожалею На этом Мы уходим на рекламу Это особое мнение Михаила Шевелева Очень скоро Мы вернемся Особое мнение У нас 101 Такое Мы возвращаемся В эфир Это все так же Особое мнение Меня все так же Зовут Юлия Афанасьева Михаил поглядывает На время 13.34 Напротив меня Михаил Шевелев Секретарь Кировского регионального отделения Партии Гражданская платформа Миша Пока мы с тобой Разговаривали У нас на сайте Появился вопрос От Владимира Николаевича Волкова Я зачитаю Михаил Не разрушая Государство Само себя И в принципе Разрешая продавать То-то и то-то Да Разрешая продавать То-то и то-то Но Наукой не доказано Скажем так То что не может Существовать Такое государство И Как долго Оно может Существовать На мой взгляд Может конечно Существовать То есть Может Существовать И Вопрос Что такое Свободная торговля То есть Алкоголь у нас Всегда продавался Продавался Практически Всегда под контролем Государства То есть Когда-то Контроль был Чредмерно Жестким Когда-то Он был Чредмерно Лояльным Скажем так Да И Количество Там Демографическая Ситуация Она Ну Наверное Коррелировала Больше Даже Тогда Когда Борьба Была С этим Алкоголем Собственно Да И Тогда Демографическая Ситуация В стране Становилась Немножко Хуже Вот И Что такое Запрет на товар То есть У меня Может быть Немножко Такое Сложное Восприятие Да То есть Открыть Там Свободную Корговлю Наркотиками То есть Где-то Ведь Она Есть Там Даже Голландия Взять Да То есть Есть Там Живут Там В принципе Страна Развивается Никто Не скажет Что Страна Голландия Второго Сорта Есть Там Множество Стран В мире Где Разрешен Другие Наркотиков Я Против Конечно Этого Ну Вообще Пободной Торговли Такими Видами Но Как Сказал У меня Замечательный Коллега Эксперт В пятницу Вадим Романов Он Сказал О том Что Любой Супред Должен Сопровождаться Пониманием Того Ради Чего Запрещают Если Мы Запрещаем Толговлю Алкоголя Мы Должны Получать Определенные Точные Гарантии Например По Продолжительности Жизни То есть Кто На себя Возьмет Ответственность Связанную С тем Что Мы Запрещали Алкоголь Но Вы Жить Будете Не 67 Лет А 72 Понятно Что Такой Гарантии Никто Не Да Но Хотя В целом Развивай Другого То есть И Это Это тоже Элемент Ну Своеобразного Общественного Договора Поэтому Вот Вот Каким образом Запрещать Разрешать Ну На мой Гляд Это Тоже Философский Вопрос Миш Давай Еще Немного О кировских Новостях С тобой Поговорим Вот Знаешь Я Когда Готовилась К программе Конечно Прочитала Очень Много Новостей Конкретно Кировские Новости Выглядят Практически Как Сводки С фронта 40% Торговых Площадей В торговых Центрах Пустуют Ну ладно Раньше Я считал Что как Головно Охранит Вот Мишовая Компания Барс Закрылась Автосалон Сузуки Закрылся Рапсовый Завод Влебяжье Простаивает Который Был Открыт Недалеко В декабре Прошлого Года Во Вневедомственной Охране Планируется Сокращение Не считаешь Ли ты Что мы Вот как раз Сейчас переживаем Дно кризиса Или дальше Еще боже Нет Что вы Как сказал Один замечательный Эксперт Ставший Героем Ютуба В последние дни Ну Ислам Жужуковский Да Он сказал Очень Хорошо То есть Я наблюдаю Дно За которым Мы начнем Копать Следующее Вот То есть И я наблюдаю Дно Совсем не то Которое Наблюдает Там Министр Улюка Вот На самом деле Я тоже Наблюдаю Дно Которое Ну Я давно Заметил Что Экономика Она не может Быть Какой-то Такой Знаете Наукой Жесткой То есть Когда Вот есть Правило И оно Всегда Работает В экономике В настоящей Экономике Присутствует Один Фактор Это Психология Человека Которые Очень часто Играют Не по закону И на мой взгляд Причина Любого Кризиса Вхлопывания Это прежде всего Опасения Человеком Твоего Будущего Как только Мы получаем Сигнал О том Что все Будет Хорошо Происходит Позитивное Изменение Когда Женщины Получают Сигнал От руководителя Страны Что все Будет Хорошо Появляется У нас Увеличиваться Рождаем То есть Это тоже Доказано Что когда Вот этот Показатель Все будет Хорошо Вот он Должен Транслироваться А у нас Какие показатели Транслируются Основной Бюджетный Показатель Денег Нет И поэтому Понятно Что основное Действие В ответ На денег Нет То что Мы начинаем Экономить Как только Все Кругом Тотально Начинают Экономить Чего Происходит Неснижение Стоимости А уменьшение Производства Происходит Соответственно Супом И все Экономики То есть На мой Вгляд Вот это Посылки Которые Существуют Они В Кировской Области Проявляются Гораздо Быстрее И гораздо Чёще По одной Простой Причине Причине Вот Я думаю Когда Вопрос Вы читали Да Что Будет Вопрос О том Что Можно Ли Когда Получателям Эффект От этого Происходят Ну Как бы Другие Страны То есть Реально Продавая Кока-колу В России Там Большое Большое Количество Скажем так Выгоды От этого Получают Явно Не Российский Предприниматель Правильно Да То есть Продажи Того Что Произведено Здесь Добавленная Стоимость В очень Существенном Количестве Улетают В другие Страны Так Вот Из Кировской Области Точно Так же Очень Большое Количество Добавленной Стоимости Создаваемой Здесь Уходят В другие Регионы Вместе С налоговой Базой Вместе С людьми Там Ну Все Вот Эти Моменты И Поэтому Конечно У нас Здесь Это Ощущается Ярче Но Есть Один Момент Который Присущ На мой Гляд Вообще Русской Культуре Да То есть Он В спорте Присутствует И Везде Вот Чем Хуже Тем Нам Лучше Тем Мы Как То Больше Мобилизуемся На мой Гляд Те Санкции Которые В наш Адрес Введены Да И В большей Тепени Введены Самое Опасное Конечно Самое Плохое Это Финансовый Сектор Ну То есть Вот Эти Секторальные Санкции В отношении Нашего Финансового Сектора Они Конечно Нанесли Наибольший Вред И до Чих Пор Вред Этот Увеличивает Потому Что Уменьшается Количество Денежной Массы Но Другие Санкции Применительно К Что Они Наоборот Должны Подстегнуть Чтобы Здесь Саккумулировать Людей Технологии Ведь У нас Все Есть То есть У нас По большому Счету По крайней Мере Там С точки Зрения Полезных Сокопаемых Нет проблем То есть Мы Можем Это Все Обеспечить Сделать И Реализовать Поэтому В этом Смысле У нас Скорее Всего Должны Появиться Какие-то Новые Технологии Вопрос В том Что То есть Пользовать Мы будем Не на товар На родном Потреблении А на какие-то Узкоспециализированные Товары Но Тем не менее Это Присутствует Михаил Вот Осталось У нас Три минуты Хочу попросить Очень коротко Прокомментировать Того же Сергея Ивановича Шарова Вот Он Говорит Я думаю Что санкции Отменят После того Как пройдут Выборы Президента США Новому Президенту Необходимо Будет Заванного Начинать Тур переговоров С Россией Я думаю Начнет Дружить С нами Деваться Ему Некуда Не может Жить Чтобы Они Избрали Пардон Идиота Это Сильная Развитая Страна У них Должно Быть Чувство Самосохранения Согласен Я не считаю Что Президент Соединенных Штатов Америки Самостоятельная Политическая Фигура То есть Она Обладает Определенной Самостоятельностью Но Совершенно Понятных Рамках То есть Клановых И у нас ФРС Частная Структура То есть И говорить О том Что Президент Соединенных Штатов Поменяется И изменится Политика Соединенных Штатов Она Конечно В большей Степени Может Измениться Чем России Но На мой Гляд Вот С точки Зрения Идеологических Ценностей Где На какой Площадке Идет Война Она Не изменится Михаил На этом Я предлагаю Закончить Это Было Особое Мнение Михаила Секретаря Кировского Отделения Партии Гражданская Платформа Нашего Постоянного Эксперта Предпринимателя Михаил Я благодарю Тебя За эфир Программу Для вас Вела Юлия Афанасьева Всего доброго И до свидания До свидания